С теплого уникса перемещаемся в зимний Горкинско-Аметевский лес, где состоялся первый этап личного чемпионата города Казани по спортивному ориентированию на лыжах. Кто сумел выбрать самый короткий путь и прийти первым к финишу, расскажет Диана Урядова. 4 февраля в Горкинско-Аметевском лесу состоялся первый этап спортивного ориентирования на лыжах в рамках чемпионата первенства города Казани. Участникам предстояло пройти лыжную трассу. Спортсмены разных возрастов приняли участие в соревновании, смотря на суровые погодные условия. По результатам жеребьевки каждый участник получил свое индивидуальное время старта. У детей был шанс начать свое прохождение вместе с взрослыми, которые сортовали рядом с ними. Для каждого возраста дистанция была индивидуальная. Юным участникам предлагалось пройти трассы длиной от 900 метров до 2 километров и 200 метров. У мужчин трасса была на 3 километра и 600 метров, а перед женщинами ставили задачу пройти трассу в 2 километра и 900 метров. В зачете среди студенческих команд сборная Федерального университета Казанский Юлбарса была представлена только женским составом в лице Вероники Александровой, Айзиры Тимировой и Анастасии Афанасьевой. Перед стартом спортсменам выдавались чипы и за 20 секунд карты. Старт дан и спортсмены отправились на поиски оптимального маршрута и контрольных точек. По итогам первого этапа в мужском заезде первое место занял Антон Скалкин. На втором месте Булат Ясупов, представляющий Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Тройку призеров замкнул Олег Добросов. Среди женщин лучший результат показала Ирина Богданова. На втором месте Алина Сабирова. Третье место смогла занять студентка из архитектурного университета Ольга Коваль. Анастасия Афанасьева заняла пятую позицию, остав от победительницы на 5 минут и 4 секунды. 11-й к финишу пришла Вероника Александрова, а Айзира Тимирова остановилась на 15-й строчке. Диана Урядова, Виолетта Басова. Неделя спорта.